Его отец был известным джазовым гитаристом, но дома, как ни странно, джаза как такового не звучало. С музыкой и импровизацией Алексея Кузнецова познакомил его приятель. Юра Концебовский такой, он играл на кларнете и в оркестре в институте. И Юра меня туда привел и говорит, давай посмотрим, оркестр играет, я там тоже играю и так далее. В общем, все так вот как-то завертелось. Ну а дальше, говорит, надо в ГУМ бежать к восьми утра, там, говорит, появляются пластинки. Немецкие, чешские, польские, болгарские. Музыка оркестров Карла Влаха, Бустова, Брома стала для Алексея Кузнецова наглядной джазовой литературой. После, через того же приятеля Юру, он достал пластинки с американскими исполнителями. Впечатление от мастерства мэтров Алексей хранит до сих пор. Так же, как и пластинки тех времен. На радиоприемнике МИР, тогда были большие такие радиоприемники, можно было найти волну, диапазон коротких, коротких волн. И там программа час джаза Уилла Скановера из Вашингтона, которую он вел. Это было все. И когда я услышал трио Аскара Питерсона, которым играл Рэй Браун на контрабасе и Херб Эллис на гитаре, вот это меня захватило сразу. Я думаю, вот это мой гитарист. Желание стать таким же, как Херб Эллис, или по крайней мере освоить ту технику, которой владел американский музыкант, определило для Алексея Алексеевича дело всей жизни. Правда, прежде чем взять в руки гитару, будущий джазмен купил барабанную установку и отбивал ритм под музыку купленных пластинок. Гитара, вспоминает Кузнецов, лежала рядом. Инструмент отца, с которой тот прошел всю войну. Он мне доверил, я бы так сказал, гитару фирмы Гибсон, американская фирма, известная, старенькая довольно, 1911 года изготовления. И впервые разрешил мне понести ее в школу. А в школе я сделал ансамбль. На последнем, в 10 классе, скажем, это было два аккордеона, два аккордеона. Малый барабан и гитара. Я на гитаре. Вот такой ансамбль мы, значит, соорудили и вот пытались играть. Играли, как говорит Алексей Алексеевич, в удовольствие. Это ведь очень важно, исполнять музыку откровенно. Своё творчество он развивал в разных направлениях. Работал в оркестре гостелерадио Силантьева. С оркестром кинематографии записывал музыку к известным фильмам. Его гитара звучит в миме-но, жестоком романсе, гардемаринах и 17 мгновениях весны. Я прошу, хоть ненадолго... Просто мне позвонили, сказали, нужно подъехать к композитору, к Никайлу Ливоновичу, и с ним поговорить насчёт вот новый фильм. Я не представлял даже, что это... Ну, что это там? Ну, работа есть работа. Я был у него дома, и он мне показал эти ноты, говорит, Я, говорит, хочу, чтобы Олег, он меня Олегом называл, да, Олег, чтобы вы сыграли. Получится хорошо, получится хорошо. Я, говорит, я постараюсь. Вот, единственное, что я мог сказать. Целиком джазу Алексей Алексеевич себя посвятил после 92-го года. С Леонидом Винскевичем он знаком практически с начала истории джазовой провинции. Последние пять лет особенно активно с ним сотрудничает и в наш город приезжает регулярно. Даже трудовая книжка музыканта лежит в Курской филармонии. Именно сейчас, в сотворчестве с местными музыкантами, Алексею Алексеевичу пригодились навыки, которые когда-то привлекли его в Херби Элисе. Умение играть музыку, гармонию и перкуссию. От этого каждый его концерт необычен. В этот раз удалось поиграть джаз даже с оркестром народных инструментов. Поскольку, поскольку нот не было, все надо было нам, ну мне во всяком случае, что-то найти, что-то придумать. У меня такой листочек бумажки лежал на пульте, где я по ходу действия, пока мы репетировали, я себе отмечал какие-то там, значки ставил. Это не ноты, это просто значки. Это очень интересно бывает, потому что, говорят, вы играли, а где ноты? А, говорит, здорово получилось. Я говорю, так вот листочек. При этом джаз нужно не просто слышать, уверен Кузнецов, его важно видеть. Он подмечает это музыкальное искусство везде, в том числе и в футболе. Сначала разыгрывается комбинация, а после импровизация. Кстати, сейчас музыкант в хорошей форме. Раньше он увлекался волейболом и велоспортом. Всем своим видом он доказывает, джаз не музыка толстых, как это утверждала советская идеология. Я люблю наводить порядок, подметать, да, чтобы чисто было, чтобы все висело, брюки висели обязательно. Вот так вот, чтобы все. В общем, все должно быть у меня в порядке, все лежать должно правильно. Вот это я очень люблю. Вот как бы вот так вот. Ну, а сейчас спортом уже я хожу много. О, я сейчас обожаю, я хожу по 2 километра, по 3, пешком смотрю, что происходит, как, ну, еще движение, движение, мне нужно движение. Так он и двигается по жизни, с тем особым музыкальным ритмом, который передал ему отец, с утонченной мудростью и, конечно же, с гитарой. Это тоже Гибсон. Он достался Кузнецову от оркестра кинематографии. И я везде об этом рассказываю, что это, друзья, не мой инструмент, это казенный, государственный. Вот, на что был у меня очень интересный момент при встрече с американским гитаристом Расселом Мэллоун, такой замечательный сейчас гитарист, играет. Вот он не понял, что такое государственный инструмент. Я говорю, я его возвращу, как только закончу играть. Но судя по музыкальному азарту Алексея Алексеевича, ждать государству придется еще долго. Субтитры создавал DimaTorzok